Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Главные события. И судьба каскадера. Самарский актер театра и кино Виктор Евграфов попал в историю России. Подготовку к чемпионату мира по футболу возьмут на особый контроль. Такое поручение дали самарскому правительству на совете при президенте. Обо всем по порядку. Олег Зверев. Стадион Самара-Арена в числе отстающих. Готовность к проведению чемпионата 65%. Это самый низкий показатель. Такие данные прозвучали на совместном заседании Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта и оргкомитета России-2018. Самарскую область представлял глава региона Дмитрий Азаров. Открывая официальную часть совещания, президент обратил внимание, что Кубок Конфедерации стал генеральной репетицией чемпионата 2018 года. Он подчеркнул, что отставания от графика подготовки Мундиали не критичны, но необходим ежедневный контроль за каждым этапом работы. Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работы. Каждый день. Во-вторых, стадионы, другие объекты будут приниматься только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями. Здесь не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора. Все нужно сделать удобным и комфортным для людей. В городах-участниках Кубка Конфедерации, это Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, практически все готово к Мундиали. То в других центрах чемпионата стадиона все еще строится. По словам министра спорта, высокой степени готовности объекты в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, Саранск и Самара пока на последних местах. Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре. В отношении подрядчика применены штрафные санкции, разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения. На данный момент ситуация находится под контролем и стадионы будут сданы в срок. Стадион Самара-Арена был признан самым красивым и оригинальным еще на стадии проектирования. Чтобы стройка вошла в график, за ней установят ежедневный контроль. Такую задачу уже поставил предправительством области глава региона Дмитрий Азаров. Кроме того, каждый день будут подводиться итоги, что сделано по строительным и ремонтным работам на городских объектах, а также в сферах здравоохранения, благоустройства и транспорта. Также будут определяться планы на следующий день. Уже поставлена задача на правительство Самарской области, что ежедневно будут подводиться итогов в каждом министерстве, которое задействовано при подготовке чемпионата мира по футболу, по результатам. Уже в пятницу мы проведем дополнительное совещание непосредственно на стадионе, куда уже приглашен мною генеральный подрядчик. Будут представители контрольно-надзорных органов, будут представители, естественно, правительства Самарской области. Мы еще раз в деталях разберем весь порядок взаимодействия. Еще раз обратим внимание, если есть какие-то несогласованности, для того, чтобы слаженной, дружной командой нам достроить стадион, нам подготовить всю инфраструктуру. Президент страны также поставил задачу проработать другие проблемы, возникшие по итогам Кубка Конфедерации. Это касается общественного транспорта, обеспечения навигации для болельщиков и продаж сувенирной продукции. Этот вопрос оформлен в виде поручений главы государства. Губернаторы уже взяли его на вооружение. Готовность региона к Мундиалю в итоге будет оцениваться и по этим показателям. Олег Зверев, Вадим Быстров, События. Две с половиной тысячи многоквартирных домов отремонтировали в регионе за весь период действия программы капремонта. Что нужно привести в порядок в первую очередь? Крышу, коммуникации или фасад решают жители. О результатах ремонта. Лариса Шлафаст. Этому дому по улице Вольская больше полувек, а капитальный ремонт впервые сделали только в этом году. На общем собрании жители решили утеплить и покрасить фасад, потому что раньше стены продувало практически насквозь. Хотя отопительный сезон в здании еще не дошел, жители уже почувствовали разницу. Ну не скажу, что я хожу в труселях, но одета, да, одета так, как обычно. Не дует, ну жители в общем-то довольны, потому что я спрашивала. У 13-го дома по улице Георгия Ратнера греются только уличные кошки. Жильцам теперь тепло и комфортно. Летом в здании заменили старые трубы и батареи. Как дом построилось, 53 года, вот мы живем, столько было, холодно были, замерзали. А сейчас, конечно, хорошо, жить охота. За пару месяцев рабочие полностью заменили все коммуникации, трубы канализации, горячей и холодной воды. Подрядчик заверяет, теперь еще на 50 лет хватит. Не только домовые коммуникации, но и можем обратить внимание, вот возле первых подъездов, до первого колодца все трубы заменены. То есть, нами была произведена разработка грунта с последующей засыпкой и асфальтированием. Всего в этом году по региональной программе капитального ремонта в области отремонтировали больше тысячи домов. В этом году у нас план выполнен уже на 70%. Сейчас идут активные сдачи, особенно октябрь, ноябрь, декабрь. Сейчас оставшиеся все дома будем активно принимать. В 2018 году запланировано отремонтировать почти тысячу домов. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Утренний переполог в Саммарском университете сегодня отменили занятия. Студентов и сотрудников эвакуировали. В полицию поступило сообщение. На территории вуза нашли подозрительный пакет. На место происшествия приехали саперы, ОМОН Росгвардии, спасатели и медики. Мы вообще сказали, что нашли муляж бомбы. Мы на физкультуре были, потом узнали, что эвакуировали весь корпус, а у нас должна была быть пара начаться уже. Сейчас только в другие корпуса этот корпус эвакуировали, вот отцепили. Ну и сразу вот приехали милиция, полиция, скорая помощь, пожарная. Вскоре выяснилась тревога ложная. Найденный пакет не опасен, просто кто-то не донес его до урны. Внутри был мусор. О следующей криминальной истории со смертельным исходом. В Самаре ночью произошла трагедия на Ракитовском шоссе. Легковой автомобиль вылетел на обочину и врезался в дерево. От удара машина превратилась в груду металла. А 21-летний водитель погиб от полученных травм. Спасатели около часа работали на месте происшествия. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Далее коротко о других событиях дня. Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» предлагает создать облегченную версию ракеты «Союз». Ее облик уже сформирован. Новинку легкого класса называют «Союз-1ЛК». Предполагается, что она заменит ракету «Союз-2-1В» и составит конкуренцию «Ангаре-1-2». Необходимость в новом носителе возникает из-за ограниченного запаса двигателей НК-33, который устанавливают на «Союз-2-1В». В числе потенциальных заказчиков указано Министерство обороны Российской Федерации. Меж тем, сегодня, 4 октября, в эпохе освоения космоса, особая дата. В 1957 году, в этот день, с космодрома «Байконур» был запущен первый искусственный спутник Земли, что послужило началом покорения человеком-вселенной. В двух регионах Поволжья, в Самарской и Оренбургской областях, начались учения спецназа. В них участвует более 600 военнослужащих и свыше 120 единиц военной техники. Подразделения в ночное время были подняты по тревоге, приведены в высшую степень боевой готовности и подготовлены к совершению комбинированных маршей по незнакомой местности для ведения разведки. По замыслу учения спецназовцам предстоит обнаружить базы незаконных вооруженных формирований, где проходят тренировки боевики, и навести на них огонь артиллерии. При этом в ходе перемещения по незнакомой местности спецназовцев ждут внезапные засады и налеты противника. Учение продлится до 6 октября. Движение троллейбусов по маршруту номер 16 будет временно приостановлено. Это связано со строительством нового здания речного вокзала. Пока идут работы, троллейбусы будут ходить по 6 маршруту. Губернский рынок, улица Грозинская. Доехать до остановки 6-й причал пассажиры могут на автобусах 11 маршрута. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку. Во дворах чисто, в домах тепло. В Самарском районе проверили, как управляющие компании готовы к зиме. Территория особенная, с узкими дворами и ветхими крышами. Требования к службам ЖКХ и благоустройства повышенные. Хватит ли техники и бригад дворников, чтобы вовремя убирать снег, узнала Марина Матвейшина. Тракторы в ряд ковшин очищены, но сиять им в первозданном виде недолго. Впереди большая и снежная работа. В преддверии зимы управляющие компании Самарского района демонстрируют готовность номер один. Все 9 единиц спецтехники переобули и переоборудовали на зиму. Вместо щеток – ковши и роторы. Дворики Самарского района требуют особой аккуратности и специального подхода в уборке. Район у нас очень специфический в связи с тем, что дворы маленькие, не каждая техника заезжает. Для этого мы закупили амкадоры, маленькая техника, которая может заехать во двор. Не обойтись зимой и без ручного труда. Индивидуальный комплект инструментов получили бригады дворников. Район будут убирать более 70 человек. По опыту прошлых лет это достаточное количество, чтобы в любой снегопад пешеходы шли по расчищенным тротуарам. Предусмотренные работы на высоте, чтобы избавлять кровли от снега и наледи, созданы 5 мобильных бригад. Создан необходимый запас аварийных материалов, подготовлены бригады, подготовлен персонал, подготовлена техника. То есть это дает нам уверенность в том, что мы пройдем отопительный сезон без хорст-мажорной ситуации. По итогам смотра районные власти ставят высокую оценку подготовки управляющих компаний к зиме. Марина Матвеевична, Константин Головин, События. Студенты и молодые специалисты покажут, на что они годятся. В Самарской области с 9 по 15 октября на 11 площадках пройдут региональные конкурсы профессионального мастерства. В чемпионате WorldSkills за звание лучших в 39 специальностях сразятся молодые люди, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, а также студенты профучилищ. Школьники участвуют в чемпионате JuniorSkills, а люди с ограниченными возможностями в Abilimpics лучшие будут защищать честь региона на национальных этапах. Главная задача чемпионатов, чтобы самарские специалисты соответствовали мировым стандартам и умели работать с современной техникой и инструментами. На самом деле, вот этот региональный чемпионат – это лишь одно небольшое звено в цепи той работы, которую вот называются молодые профессионалы. Наша задача – сделать стандарты WorldSkills нормами нашего профессионального образования. Для нас очень важно, чтобы из учебных заведений выходили действительно подготовленные люди, молодые люди, которые приходят на производство, и не надо тратить силы и средства на их переподготовки. В Самарской области подешевели продукты, на что переписали ценники в магазинах, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Цены на нефть по-прежнему не радуют. Баррель марки «Бренд» удерживается на отметке ниже 56 долларов. Валюта дешевеет. Курс на 5 октября. Доллар 57,78 рубля, евро 67,93 рубля. Золото стоит 2366 рубля, серебро 30,94 рубля за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58,25 рубля, дороже всего продать за 57,75 рубля. Россияне продолжают экономить на еде и лечении. По данным опроса Фонда общественного мнения, за месяц почти на 30% реже покупали морепродукты, сыр и колбасу. 23% опрошенных экономили на одежде и обуви, 11% на лекарствах. А вот сладости покупают чаще. По подсчетам экспертов, на одного человека в год приходится примерно 24 килограмма. Хотя жителям Самарской области выгоднее сейчас покупать овощи. По информации регионального Министерства экономического развития, цена на капусту снизилась на 48%, на морковь и лук 40% и 36% на картофель. А вот сливочное масло подорожало почти на 5% и на 1% хлеб. На этом все. Удачи в делах! Огнетушители, пожарные рукава, защитные накидки. Эти простые вещи спасают жизнь при пожаре. О том, как ими пользоваться и что делать, рассказали специалисты по гражданской обороне. 85-летие службы совпало с окончанием месячника гражданской защиты, который проходил с 4 сентября. Он подготовил 900 человек к чрезвычайным ситуациям. Большое значение уделили им мерам предосторожности и способам оповещения. Для школьников, специалистов организации и должностных лиц провели викторины, эстафеты и конкурсы. Показали документальные фильмы, посвященные основам ОБЖ. Специалисты продемонстрировали, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим. Мечник гражданской защиты направлен на популяризацию, ознакомление, напоминание всем своям населения тех вопросов, которые сейчас наиболее актуальны. Это как непосредственно вопросы стихийных бедствий, вопросы непосредственно химического заражения. Основная наша задача – это подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и системы РСЧС. В области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. С этой задачей курсы гражданской обороны полностью справились. Знания открытия, доступные для всех, 6 по 8 октября в Самаре, на двух площадках пройдет Всероссийский фестиваль науки. Гостей ждут 60 интерактивных выставочных экспозиций, 15 мастер-классов и 19 лекций. Организаторы ожидают, что фестиваль посетят около 30 тысяч человек. На площадке Самарского национального исследовательского университета участники смогут примерить на себе сразу несколько ролей. Например, ученый-экспериментатор, летчик-испытатель и робототехник. Вторая площадка фестиваля – Самарская областная универсальная научная библиотека. Она также удивит разными форматами продвижения науки. Пройдут интеллектуальные игры по социологии, литературе, фотографии и даже загадок восприятия. В этом году фестиваль в Самаре получил статус центральной региональной площадки. В аналогичной ситуации оказались еще два российских региона – Владивосток и Салихард. Вход на фестиваль свободный. Все пространство у нас, оно в ритме. Слово, картинка, предмет. А на фестивале науки еще и будет действие. И я думаю, что это как бы правильно. Экспозиции сегодня должны работать именно так. И это такой очень эффективный механизм привлечения всех выпускников школ Самарской области к поступлению именно в вузы Самарской области. Мы показываем им многогранность наших образовательных направлений, многогранность, междисциплинарность наших научных исследований. Профессор Мариарти живет в Самаре, пишет картины и учит студентов сложным каскадерским трюкам. Известный актер «Наш земляк» Виктор Евграфов провел творческую встречу в музее Алабина в рамках акции «Самарская область. Пишем историю вместе». С подробностями Юлия Черняева. В строгом черном костюме и рубашке, элегантном галстуке Виктор Евграфов невозмутим и чертовски обаятелен. Сыграв главного кинозлодея, профессора Мариарти в советском сериале о Шерлоке Холмсе, он не стал актером только одной роли, показав зрителю разнообразие характеров своих героев. Практически всю свою жизнь Евграфов живет в Самаре, своем любимом городе. Я вырос на 116-м километре от Сёцгорода. У меня отец был летчиком. И я родился в землянке. Видимо, два года мы провели с семьей в землянке. Мама рассказывала. Видимо, я от этой земли не могу оторваться, хотя было очень много возможностей уехать за границу, остаться в каком-то другом городе. Но, видимо, вот эта земля меня удерживает. Она не дает мне, так сказать, оторваться от нее. В кино Евграфову не раз приходилось тонуть, падать с большой высоты или виртуозно скакать на лошади. На съемках фильма «Империя орлов» актер получил серьезную травму, спасая своего товарища во время каскадерского трюка. На восстановление здоровья у него ушло 6 лет. Вот этот вот период, как бы, он не дал возможности мне доиграть, вот, долюбить, дожить. И, в общем-то, надежда есть на то, что я попытаюсь, по крайней мере, хватит ли у меня сил, вернуться в кинотограф. Когда вот я разбился, в принципе, и у меня как бы сердце, оно как бы разрывалось, и душа, так сказать, тосковала. И вот эта энергетика, которая в тебе была заложена, она, так сказать, выходила через эти рисунки, и, собственно, они мне спасли. Это, как бы, вот, мои несыгранные роли. Это, вот, допустим, ностальгия об актерской профессии. Это, как образ Сильвестра Сталлона, то есть Рэмбо. Это автопортрет. Как это ни странно? Это автопортрет, это мои мысли, мои скукуны. На творческую встречу с актером пришли и студенты, и друзья, и поклонники таланта. Увидев кадры из фильмов, которые действительно, ну, вошли в историю нашей страны, замечательно. И увидеть вживую актера. Акция «Пишем историю вместе» музей Алабина продлится до конца октября. О знаковых событиях, людях и местах, связанных с нашим городом, будут рассказывать и простые жители, и известные самарцы. Юлия Черняева, Станислав Левин. События. Без них никуда. Общественная организация ветеранов Красноглинского района отметила свой 30-летний юбилей. Активисты получили от городской власти благодарности и памятные медали. Но главный подарок ветеранов ждет ближе к Новому году. Патриотическое воспитание молодежи – преемственность поколений. В этом направлении уже несколько десятилетий работает Совет ветеранов вооруженных сил Красноглинского района. Ни одна памятная дата не обходится без уроков мужества. А при учебных заведениях открываются музеи боевой славы и патриотические молодежные клубы. Они, конечно, очень воспринимают с душой, с сердцем, особенно когда мы называем героев нашей Великой Отечественной войны. И не только о Великой нашей Руси, потому что нам приходится поднимать историю, начиная от Ледового побоища и кончая, конечно, последней войной в Сирии. Красноглинская организация ветеранов начиналась с большой шестерки 30 лет назад. Любовь Филиппова была среди них. Первый масштабный проект, который они осуществили – составление списков участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Красноглинского района. Эта организационная работа требовала очень большой затрат времени, сил и здоровья. И каждый до меня председатель внес свою лепту, лепту огромную в становление нашей организации. Сегодня ветеранская организация Красноглинского района объединяет 29 тысяч человек. Они активно участвуют во всех городских проектах, но в первую очередь заботятся о пожилых людях. Это люди, которым всегда интересно, которые всегда участвуют. И поэтому, безусловно, на протяжении всех этих лет сотрудничество между нами было самое теплое, доверительное, тесное. Все области жизни района, все спектры деятельности, хозяйства района, безусловно, без них это никак. Это наши непосредственные, самые близкие помощники, дай бог им, долгих лет жизни и здоровья. Ветеранов Красноглинского района с юбилеем поздравил его глава. Активисты получили почетные грамоты, благодарственные письма и памятные медали. А еще к Новому году сбудется мечта общественной организации. Бизнес и власть подарит ветеранам современный офис. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Ладья, выступающая в молодежной хоккейной лиге, неожиданно обыграла лидера в своей конференции. Что примечательно, сделала она это в гостях. На каком теперь месте тольяттинская команда, знает. Андрей Горгуленко о новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейная «Лада» обыграла лидеров молодежного первенства. Состав ЦСК ВВС усилили три новичка. Самарская спортсменка лучше других ориентируется в лесу. Волжская каратистка осталась в Турции непобедимой. В Стамбуле прошел международный турнир по каратэ WKF среди кадетов и юниоров из Стамбул-Опен. За медали боролись 535 юных спортсменов из 20 стран. От Самарской области в турнире участвовали 9 спортсменов. Наивысший результат показала Анна Чернышева, спортсменка Федерации каратэ Самарской области и воспитанница Тольяттинской школы каратэ-рекорд. Анна провела пять поединков в категории 16-17 лет в весе до 59 килограммах и во всех одержала победу. В австрийском городе Фюрстенфельд состоялся Кубок Европы по спортивному ориентированию среди юниоров до 20 лет. Самарская спортсменка Анна Дворянская завоевала две медали. В эстафете в составе сборной России Анна завоевала бронзовую медаль. В индивидуальном спринте самарская спортсменка выиграла золото. Хоккейный клуб ЦСК ВВС, выступающий в ВХЛ, усилился тремя игроками – двумя нападающими и игроком обороны. Защитник Надир Ислямов провел прошлый сезон в Мамонтах Югры из Ханты-Мансийска. Забил два гола и отдал три передачи. При показателе полезности – плюс восемь. Нападающий Максим Пушкарский провел семь игр за Воронежский буран и результативными действиями не отметился. А Александр Степаненков выступал за Ишсталь и также не набирал очков. В очередном матче МХЛ Тольяттинская лада на выезде встречалась с Мамонтами Югры из Ханты-Мансийска. В первом периоде, несмотря на игровое преимущество хозяев, счет открыли гости. Отличился Семен Переляев 0-1. При этом голкипер Ладьи Михаил Исаев постоянно был в игре, отразив 13 бросков. После перерыва характер игры не изменился, а соперники обменялись заброшенными шайбами. На гол Тольяттинца Леонида Николенко точным броском ответил Сергей Голоднюк 1-2. В третьем периоде защитник Ладьи Александр Ляхов увеличил преимущество волжан до двух шайб, реализовав большинство. Все, чего удалось добиться Ханты-Мансийцам после этого – отыграть в концовке одну шайбу. 2-3 победа Ладьи. Голкипер Тольяттинцев Михаил Исаев отразил 38 бросков по своим воротам из 40. После поражения «Мамонты» сохранили за собой первое место, а автозаводчане поднялись на 13-е место Восточной конференции. Следующие матчи волжане проведут дома. 5-6 октября их соперником будут «Сарматы» из Оренбурга. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова